Новая генерация, которая вдохновляет людей жить по-новому. Итак, Лика, мы встречаем тебя. Встречайте Лику. Лика, привет. Мы хотели бы... Лика приехала буквально позавчера. Она все равно нашла время и вырвалась. И завтрак и прилетела сюда. Вот, к нам, потому что ее сердце ожидает. И она очень хочет видеть вас. Лика, давай, поговори, пожалуйста. Привет, привет всем, молодежь! На самом деле я тоже свободна, тоже еще не замужем. И это круто. Знаете, почему круто? Вы знаете, я вам расскажу секрет, в который я очень сильно верю. И в который я, в принципе, убедилась на протяжении многого времени. Вы знаете, что на самом деле мы уже свой брак строим. Сегодня. Вот здесь, сегодня вы уже строите свой брак. Я строю свой брак. Мы сделали выбор строить свой брак. И мы строим его уже здесь. Потому что свой счастливый брак мы строим сегодня. И вы знаете, что наш выбор, то, где мы сегодня находимся. Мы могли быть сегодня в тысячу других мест. Согласитесь, да? Но мы сегодня здесь на белых ночах, потому что здесь мы можем не просто классно потусоваться, но мы можем получить что-то больше. Да? И если мы этого хотим. И мы сегодня наполняем свой внутренний мир. Мы наполняем чем-то. И вы знаете, мы принесем этот внутренний мир в наш брак. И кто-то... Ну, я не верю в брак между верующими и неверующими. Только потому что, если самое большое число умножить на ноль, да? Что будет? Ноль! Будет ноль! И поэтому я верю, что сегодня мы обогащаем свой внутренний мир. Сегодня мы строим свой внутренний мир, который мы приносим в брак потом. И соединяем, мы умножаем. И мы умножаем это для славы Бога и для служения Ему, не просто для наслаждения. И вы знаете, что буквально действительно несколько дней тому я была в Африке. И я летела через Дубай пять часов, и потом с Дубаи, с Арабских Эмиратов, еще пять часов. И наш самолет попал в болтанку, страшную болтанку. Наш самолет почти упал. И вы знаете, нас просто... Я держалась за свое кресло. И вдруг началось, знаете, просто начало самолет носить в разные стороны. И таким образом падают самолеты. И там просто были люди, которые разбираются в этом. Но вы знаете, в этот момент вся моя жизнь приобрела новую ценность. Потому что я поняла, что куда я лечу, что я делаю. Я летела с миссией. Мы просто хотели помочь им детям. Мы открывали детский дом там с миссией Агапы. И вы знаете, что я благодарила Бога, что я лечу в правильное место. Я благодарила Бога, что, знаете, что я сделала выбор лететь на миссию. Что я не просто лечу на какие-то, знаете, я могла иметь какую-то фотосессию. И это тоже хорошо, это не грех. Но я благодарила Бога, что я выбрала тот путь идти за Богом. И выбрала путь, когда я могу служить Ему. И знаете, потому что в один момент, через 10 секунд, я понимала, что я могу встретиться с Богом. И это очень серьезно, когда это очень реально, это очень серьезно. Ты, знаете, ты проверяешь свое сердце. Но единственное, за что я была очень сильно рада, это то, что я выбрала правильное место и правильное время. И я знала, что я лечу в правильное место. И потому я просто, знаете, я восхищаюсь теми людьми, которые выбирают правильное место. Теми людьми, которые, когда молитва или когда проповедь, они на правильном месте. Потому что в один момент я поняла, что наша жизнь такая хрупкая и такая нежная. Мы можем строить планы на будущее. Мы можем, знаете, это классно, это здорово. Это здорово молиться о будущем и здорово благословлять будущее. Но наша жизнь такая нежная. И сегодня, прямо сегодня есть момент. Вот сейчас мы все стоим с вами. И этот момент, он важен. Где мы сегодня? Где наши мысли сегодня? Мы можем быть сегодня здесь, но наши мысли могут быть далеко. И вы знаете, этот момент, он может через, ну, следующий момент, он может изменить всю нашу жизнь. Но я вам хочу сказать, что самое главное, оно начинается с наших мыслей, с нашего сердца. Я, как и вы, точно так же приехала где-то, наверное, сколько, 7-8 лет тому на этот фестиваль. И знаете, я была обычной девочкой. Меня никто не знал, никто не замечал, знаете, никто не хлопал, никто не встречал. Но тогда я увидела молодежь горящую, тогда я увидела что-то другое в некоторых людях. Они просто столько делали для Бога. Они жили, они дышали Богом, знаете, они горели Богом. Они не горели каким-то парнем классным или какой-то девочкой классной, как горят все, многие другие. Но они горели Богом, по-настоящему. И тогда я в моем сердце родилась мечта. Я сказала, Господь, я вот так вот тоже хочу. Я не хочу жить просто для себя, но я хочу жить по-настоящему твоими целями и твоими мечтами. И тогда я загорелась. И тогда в моем уме, в моем сердце родилась мечта. Никто этого не видел. Никто. Но через несколько лет эта мечта служить Богу и прикасаться к жизням тысяч молодых людей, она пришла в реальность. И знаете, после того, как я победила в конкурсе, это стало реальностью. Но не победа в конкурсе была самой главной. А была самая главная вот тогда, когда родилась мечта. И я вам желаю, чтобы сегодня, прямо сегодня, может это вечеринка будет, может мы серьезно к этому не отнеслись, это не какая-то конференция. Но я желаю, чтобы сегодня, чтобы на этом фестивале не нужно много, но нужно, чтобы родилось это неугостимое желание. Я хочу чего-то большего, Бог, от моей жизни. Я не хочу просто проживать и просто идти по обстоятельствам, чтобы мне обстоятельства диктовали, что мне делать сегодня. Но я хочу получить от тебя, забеременеть вот этой твоей идеей. Потому что Бог имеет для тебя, для каждого из вас призвание и предназначение. И этот момент, Он может изменить все. И попросите этого Бога. Однажды я просто попросила, и моя жизнь сегодня кардинально изменяется. И я знаю, куда я лечу, что я делаю. И даже если что-то невероятное происходит, из рук он выходящее и страшное. Но я знаю, что я в призвании Бога. И это... Субтитры создавал DimaTorzok